Привет всем танкисты и сегодня у нас видео по британской ПТ-САУ 9 уровня Тортоис. Вот у нас собственно ввели новую ветку и вот перед вами новая ПТ-САУ. В общем-то из плюсов у нее сразу виднеется огроменная броня и огроменная пушка как мы видим вот и броня действительно здесь просто невообразимых размеров так сказать больше чем у Мауса во лбу в общем-то 225 брони корпуса во лбу 225 в бортах и 178 в корме что просто огроменные числа вот но борта у нас как мы видим под прямым углом поэтому борта нас легко пробить но тем не менее не столь важно так сказать наша ПТ на девятом уровне имеет запас прочности больше чем топовый АПТ 10 уровня это уже очень очень хорошо у нас очень скорострельная очень хорошая пушка 10 уровня тоже что очень хорошо естественно ПТ это просто отличная вот но не без изъянов первый изъян естественно у нас то что у нас очень маленькая максимальная скорость 20 километров в час и второй изъян это такой по почти по прямым углом вот этот вот бронелист и башенка вверху то есть нас легко пробить ну и борта картоты который под прямым углом который тоже очень легко будет пробивать при том что заявленные показатели миллиметров брони просто огроменные для танков восьмого девятого ну восьмого точнее уровня наша броня просто титановая так сказать а танки уже естественно выше восьмого такие как девятые десятые они уже будут нас пробивать в принципе без проблем ну а восьмым и ниже придется выцеливать вот эту вот башенку или стрелять голдой в общем то сейчас я расскажу про характеристики какие ставить скиллы какое оборудование въеду в бой 1 2 боя посмотрим мы ее в бою вот и на этом будет в принципе все но естественно первая характеристика это у нас 2001 с прочностью как я уже говорил это очень большой показатель для девятого уровня это просто огроменный показатель это больше чем у ТТ девятого уровня это больше чем у Е75 это очень много это наверное сам большой показатель если я не ошибаюсь вот огромная у нас масса ну хотя не особо огромная 77 тонн не особо много собственно нормально мощность двигателя 800 дизлошадок что маловато для такого веса вот но тем не менее это пойдет в принципе максимальная скорость 20 км в час что очень мало естественно наша ПТ тихоходная придется ездить медленно вот ну ничего это нам не будет мешать как я думаю в принципе это не недостаток это так и должно быть если огромная броня то скорости не будет в принципе так всегда сквозь прото шасси 22 градуса что достаточно неплохо достаточно покой большой показатель для такого веса и для такой максимальной скорости это достаточно большой показатель в отличие от тех же кВ5 ягд тигра всяких таких танчиков это у нас большой показатель собственно броню корпуса уже говорил вот у нас пушка теперь особенно с нашей пушки заключается в том что у нас огроменная скорострельность и хорошее бронепробитие даже у простых ББшек что очень очень радует и отличная просто точность просто превосходная 0.31 вот на 100 метров это очень 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 хороший показатель это если бы не было в игре Е50М это была бы одна из самых точных пушек это как у ягд тигра 8-8 сантиметров это очень очень много это очень хорошо 1.7 секунд скорое сведение это тоже очень очень хорошо и это очень быстро то есть пушка у нас просто отличная просто превосходная пушка лучше некуда еще у нас на пушке такая интересная особенность как на всех британцах это фугас который хороший по бронепробитию я даже поставлю два фугасика чтобы вы поняли что они классные я покажу вам их они как раз для убийства арты 10-го точнее 8-го уровня я считаю немножко перепутал но хотя и скоро хотят 10-м сделать поэтому можно играть и 10-го собственно пробитие у нее 120 что очень хорошо фугас у которого 120 пробития это очень много это очень хорошо в общем то скорость горизонтального наведения 26 градусов в секунду 390 метров обзора что очень хорошо можно ставить просветленочку стоять в кустах и светить что в принципе большинство на ДПТ будет но я так не хочу делать вот дальность связи 750 метров что тоже очень хорошо скиллы экипажу какие нам нужно ставить во первых нужно ставить орлиный глаз потому что обзор ну для тех кто будет активно более на ней играть рашить как-то продавливать направление собственно принимать урон подсвечивать орлиный глаз нужен мастер-оруженник очень нужен на эту ПТ потому что у нас огромная пушка часто будут в нее попадать даже при попадании в маску будет критоваться пушка поэтому мастер-оруженник нам нужен в любом случае механику водителю нужно ставить либо виртуоза либо короля бездорожья чтобы естественно ездить более как-то динамично более быстро набирать скорость вот на радиста радио перехват чтобы увеличить обзор здесь полностью бесполезно маскировка потому что танк огромный маскировку можно вообще не качать можно забыть про этот скилл максимум что маскировка изменит ну 5-10 метров расстояния с какого у вас заметят например вас даже заметили будет с 350 метров а со 100% маскировкой вас заметят с 340 метров там с маскировочной сеткой еще вдобавок ну может с 330 то есть много это не изменит это мелочи абсолютно такие посредственные так сказать на заряжающих качать нужно ремонт как я считаю потом уже вам решать что качать вообще ремонт сюда очень нужен потому что часто будут сбивать гуски как видите они большие достаточно большие гуски у нас вот и вообще нам вот часто там кредовать пушки сбивать там командира ну хотя этот ремонт не нужен для сбивания командира ну собственно вы поняли меня вот на скиллах мы заканчиваем поэтому переходим и к оборудованию собственно обязательно нужно ставить досылатель просто без вариантов и обязательно как я считаю при этом наводке а на третьей можно ставить просветленку можно ставить стереотрубу можно торсионы можно ящик с инструментами что угодно вам решать я поставил вентилятор но на третьей можно ставить все что угодно друзья снаряды можно возить как угодно можно вообще голду не брать потому что бэшки пробивает абсолютно все даже десяток пробивает бэшки свободно в принципе голда здесь особо не нужна на этом по танку вроде бы как все но смысл только в том что это основа этого танчика это а ты 15 а вот смотрите как получается а ты просто у нас на самом деле располагается вот такая вот хрень все ее думают знают уже заметили ее давно вот на основе а ты 15 а был сделан вот а ты 15 потом уже а потом уже тортоис вот эти три танчика они все связаны между собой если вам понравилась приименная птшка а ты 15 а то вам по любому понравится а ты 15 и по любому понравится тортоис вот это реально хорошо еще у нас есть возможность поставить другое орудие более скорострельное как видите 12-14 выстрелов 230 на 226 очень хорошие показатели пробития разброс 0-3 что самый большой показатель точности в игре меньше чем 0-3 нет ни на одном танке время сведения очень быстрое то есть пушка очень хорошая это топовая пушка с АТ-15 АТ-15 отличный танк собственно далее у нас до этого у нас АТ-7 вот такая вот звеня пушками не знаю как тут будет какая пушка стреляет там АТ-7 но об этом мы еще поговорим я еще буду делать видео по другим ПТ вот вот это я по любому буду делать Черчилль ДЦ это будет 100% ну а сейчас мы уедем в бой на Тортоисе в Тортоисе собственно мы с этим совзводным уже есть ли такие танки как СУСТОУ и ЕФЭТ-215 Б-183 еще мы ездили на всяких маусах на всяких разных танчиках но это так я бы пофанится а тут у нас все серьезно кидает нас к десятым уровням пока мы будем грузить свои пиводички если вы не против хотя даже не стрим собственно я прогрузился один из самых первых как и мой совзводный ехать я не знаю даже смысл если в город у нас то и тяжи особо нет что в город ехать да видимо придется ехать в город видите сбивается вот то что наставляете на вот как я говорил взвод вот ставите написали потом опять командный чат что очень странно мне это не нравится так можно понизить немножко настройки графики 19 фпс это плохо поставим высоко может будет нормально на невысоком ничего не изменилось как по мне придется придется ставить среднюю графику мне не нравится конечно ставить среднюю графику но ничего потерпим зато фпс прибавится можно будет комфортно играть на самом деле я не играю на такой графике но приходится играть на ней потому что при записи фпс сильно проседает это же фрапс не бэндикам хотя от бэндикама тоже проседают но не так сильно но в бандикаме записываются очень странный и своеобразный такой который вегас не хочет считать я вегасе пытался обрабатывать видео после бандикама и они получали почему то без звука может какие то надо кодеки качать вегасу что то может надо делать но я не знаю что нужно делать поэтому я забил в принципе меня и фрапс устраивает абсолютно во всем так можно ехать живо в город действительно как писал парень потому что там уже экшен экшен а мы тут стоим как днище мне кажется с большого расстояния нас будет сложно пробить в борта у нас даже в корму сложности не один цветляк нас не пробьет в корму даже голдой если то что сбивается взвод вот это вот бетчат тут едет промахнулся по бэтмену но передатка у нас быстрая поэтому все в порядке попадание без урона в бета попадание без урона вы это видели блин попадание без урона в бетчат у нас там внизу экшен видимо очередной скиф на тесте не нравится мне это александр терпит как обычно французы всегда терпят закон жизни так фош 50b флешечка заезжаем быстренько в тыл я еду давить фоша что еще делать он ничего не может сделать ой т-92 стрельнул блин ну что ж ты делаешь андрей ну нельзя въезжать в прицел врагов фу блин совзводным ну чё ж ты за мудак то ладно андрей ты его можешь смотреть потом не обижайся чувак но ты неправильно делал тем что въезжал вот так вот мне ну конечно отлично мы прозабрали его если ты не поехал блин зачем ты это сделал зачем ты поехал вперед андреев зачем ты я из тебя стрелять не мог надеюсь разработчики этот бах исправят который мы сейчас наблюдаем т-57 хэвинг забрал нас так сказать бой не самый лучший не знаю что теперь делать потому что танк в бою ждать его долго там еще будет долго всех убивать вот ну ладно ничего подождем пока что мы рассмотрим характеристики а т-7 пушечка у нас 230 на 226 какая то хорошая скорострельность хорошая точность я просто удивляюсь точности британских пушек друзья мне прям очень хочется их качать посмотрите на эту точку на тут конечно вообще ужасная точность а ул фугасница какая то зато если что то 40 7 280 на 110 это неплохо но конечно такая фугасница такая прикольная лодочка у меня вот интересно вот эти штуки которые зря пушками зря пушками как они стрелять будут ладно тут на что за пушечка топовая 180 на 70 на 71 интересно интересно какая то фугасница очень очень своеобразные эти пт друзья просто такие своеобразные что даже сложно представить я даже удивляюсь немножко реально странные они такие вот особенно вот эта маленькая штучка смотрите какая у нее броня вес лошадки 85 такой своеобразный мотоциклик даже можно сказать прикольная штука вот эта маленькая я покатался на ней места в ангаре нет вот вернулся наш тортойс друзья сейчас я пойду на тортойсе опять посмотрим может это получится постараемся в этом бою мы не тупить надеюсь не ступим ооо песчаная река ой 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 а вот здесь даже не знаю как нам играть сейчас блин кстати вообще никого кроме русских почти нету но сейчас посмотрим так 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 русские русские у нас команде вообще все русские у них один европеец я вижу а у них один европеец и все на этом заканчивается все что есть такое своеобразное так сказать вот они машины смерти ты о чем не понимаю да тортойсик машинки такие но если так то да вой начинается это пт понравилось больше чем франц 263 да 263 нагибающая штука мы ездили на 263 может это нам поможет как то фпс поднять в принципе как то помогло так кто то у нас так быстро приехал 263 и фвшка так я добрал 183 и когда стрелял не ожидал что я доберу его когда точнее неправильно сказал слово немножко хм то друзья у нас встречный бой видимо а не тогда штурм ой 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 не люблю ни штурм ни встречные бои забыли мы отключить что делаешь помощь камуфляж поставил так поедем мы наверное так вот не знаю как я попал не попал вряд ли попал сейчас меня арта будет накрывать ох как хмур он принимаем ой 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 все голдовы шмалят просто но нас еще и не пробивают умудряются не пробивать я не понимаю только откуда по нам стоят все не успели никуда уехать как вы видели мы два раза снизились как днище хотя нет стоп андрей еще жив а я вышел с боя ой 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 я ступил ладно видео не особо информативным получилось в том плане что классных боев вы не увидели на этом танечке ну вот собственно это грустно в какой то мере ну ладно друзья надеюсь вы что то узнали из этого видео хотя бы вы узнали характеристики танка пока он еще в игре не появился собственно посмотрели его со стороны вот собственно этом все друзья спасибо вам за просмотр подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте оставляйте комментарии ставьте лайки и до свидания